А жители района Чегрэ смогут пожаловаться в Роспотребнадзор на сильный гул. Больше недели им мешает пронзительный писк, давящий на уши и шум, сравнимый со звуком летящего бомбардировщика. Его источником может быть электростанция, считают челябинцы. На предприятии должны запустить новое производство. Так ли это разбирался Антон Зубков. Выйти на улицу без ваты в ушах невозможно, жалуется Ольга Беседнова. Гул с электростанции стоит такой сильный, что буквально давит на перепонки. От него начинает болеть голова и невозможно сосредоточиться. Женщина живет в районе Чегрэс. Работает здесь же, в пяти минутах ходьбы от дома. Утром идем на работу, он этот вот такой вот звук идет. И вечером мы возвращаемся с работы, точно такой же звук. Такой пронзительный, такой вот как бы пищащий, визжащий в течение недели. Он очень сильно раздражает, он довольно-таки слышимый, этот звук. И он не прекращается. Гул беспокоит челябинцев уже больше недели. Жители сравнивают шум со звуком летящего самолета. Причем его слышно не только вблизи Чегрэс, но и на Комсомольском и Свердловском проспектах и в районе авторынка у Искры. Шум появляется рано утром и продолжается весь день до позднего вечера. От назойливого звука спасают только евроокна. В квартире его почти не слышно. Эти дома на улице Российской находятся всего в нескольких сотнях метров от завода. И по словам жителей, именно здесь гул слышен больше всего. Я вчера вышла, когда днем на улицу, было такое ощущение, как будто я в центре города нахожусь, и вот движения машин, которых у нас в принципе нет. Я сначала понять не могла, что это такое. Дочка шла у меня, говорит, это прям давит нож. Когда парапровод продувает, шум, это непостоянно должно быть. Вчера было, сегодня утром. Вот он больше шумит. Пенсионер Виктор Маркелов 45 лет проработал в турбинном цехе Чегрэса. Уверяет, шум скоро прекратится. Вероятнее всего громкий гул сопровождает запуск нового производства. Сотрудники Челябинской ГРЭС от официальных комментариев отказываются. На сайте предприятия сообщают о скором открытии новых энергоблоков. Именно запуск одного из них и запланирован на эти дни. Фортум ввел в эксплуатацию энергоблок номер один Челябинской ГРЭС, который будет работать в комбинированном режиме производства электрической и тепловой энергии. Новые парогазовые энергоблоки более эффективны и конкурентно способны, чем старое оборудование. Помимо этого, у них значительно меньший расход топлива, а также в пять раз более низкая концентрация выбросов оксидов азота, чем у старого оборудования Челябинской ГРЭС. Второй энергоблок на предприятии планируют запустить в начале 2016 года. И, скорее всего, это вновь будет сопровождаться непрекращающимся гулом. Антон Зубков, Павел Креметьев, ОТВ.